Всем привет! Наконец-таки я снимаю для вас первое видео из серии Что цветет весной на моем балконе И первым из гибискусов проснулся мой махровый Желто-красный Вот его первый цветочек И сзади вы видите мой немножко пострадавший за зиму Фикус Бенджамина И сзади это Пассифлора Которая стартовала весной просто невероятно Она по беге У меня такое чувство, что по полметра в день отращивает И поскольку солнышка еще для нее недостаточно Конечно, ни о каких бутонах речь не идет И я уже всерьез задумываюсь Что же мне делать с таким зеленющим огромным кустом В который она рискует превратиться Гибискусы я подрезала Вот здесь вот видно, как растет молодая поросль Ну, пока, конечно, очень медленно Ну, и цвести это не мешает Вот уже на красном у меня бутончик наклевывается Но я рада, что я сделала так, как полагается поступать с гибискусами И все-таки потрезала Потому что форма у них стала гораздо более аккуратной Нет тех веток, которые нарушали форму И мешали проходу, честно говоря, на балконе Так что теперь жду от них активного цветения Из фиалочек самое раннее цветение оказалось Вот у этой полуминиатюрки Это Ness Little Lilac Вроде как и не особо изысканный сорт Но за счет того, что все-таки много цветочков И сама она очень компактная То смотрится мило Действительно, здесь еще куча бутончиков внутри Так что Вот такое начало Ну, а из рептокарпусов первыми порадовали меня Два темных красавца Оба селекции Диметрис То есть Яникеева Первый это Черная магия Вот он Здесь фиолетово-красный такой уходящий в черный цвет А второй это Сибирь На камеру вот хорошо видно разницу Что один уходит фиолетовый в синий Второй уходит фиолетовый в красный Сибирь крупнее Но возможно это из-за ошибок выращивания О которых я сейчас расскажу И плюс Сибирь более рюшастый Это был первый цветочек А вот это уже второй Я очень поздно пересадила свой стриптокарпус Черная магия Вот вы видите По стриптокарпусам по листьям Очень хорошо заметно Когда им начинает не хватать питания У меня не было земли Как раз я ждала пока В Киеве будет очередная выставка Где можно купить специфический торф В котором они у меня сидят И я пропустила тот момент Когда его нужно было пересаживать Что же весь земляной ком был оплетен корнями В таком состоянии стриптокарпус Он очень становится чувствительным К внешним воздействиям И вот когда пару недель назад у нас было здесь похолодание Я их не убирала из застекленного балкона И вот получается что кончики листиков Вот в таком ужасном у него состоянии Это как раз потому что он был ослаблен Я его быстренько-быстренько пересадила Просто сделала перевалку Чувствует он себя хорошо Судя по тому что тургор листиков нормальный Идут бутончики Идут новые листики активно Ну вот просто декоративность потеряна И из-за этого его первый цветочек Он мельче по размерам Я за счет этого отношу Потому что на Сибири я как раз успела У меня тогда еще земля была Я пересадила А черную магию нет Поэтому очень надеюсь что При следующей фазе цветения Следующие цветоносы Сравняются они размерами Будет еще красивее Ну и наконец-то есть что показать Вторая волна стриптокарпусов раскрылась Вот этот красавец справа Который уже выдал шапочку Это эскадо магнетизм Селекция кабановой Трофименко Очень красивый Очень нарядный И вы видите Сколько у него еще бутонов Оставшиеся три кустика Это польская селекция Клещинский Это бирди Герман в центре Такой насыщенный Малиновый с желтым А сзади розово-малиновая Нарядная красотка Феона Очень характерная Для Клещинский Вот эта Нижняя губа стриптокарпуса Как у орхидеи В таких узорных клеточках Она почти всегда у него Различается по цвету С верхней частью цветка По этому признаку Можно его селекцию Хорошо опознать Например У Яникеева То, что ДС Триптокарпус И приставка У них Больше идет Выбор И селекция По размеру цветка Они там огромные По цвету По махровости Но у них Меньше Как мне кажется Вот такой вот Двойной окраски Цветка Из-за этого Мне нравится Иметь полколлекции Такой полколлекции Клещинский Полколлекции Селекции Яникеева Это помогает Добиться разнообразия И каждый из них Прекрасен по-своему Я их так люблю Спасибо, что посмотрели Первую часть Моего отчета О том, что цветет У меня на балконе Скоро будет видео О том, как я буду Пересаживать И делить свой Взрослый Стрептокарпус И пересаживать Маленькие Если кому интересно Подписывайтесь На мой канал А вам всем желаю Чтобы ваши любимцы Радовали вас цветением И главное Были здоровыми Всем пока-пока С вами была Алена Субтитры сделал DimaTorzok